Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы с вами продолжаем встречи и интервью с семьями, с мамами, которые у нас в гостях. И сегодня у нас в гостях, вот познакомьтесь, Марина. Марина проделала очень большой и тяжелый путь сюда. Она летела очень долго, очень трудно, аж из Канады. И вот добралась и находится здесь у нас сейчас с вами. Открою вам небольшой секрет. Марина не первый раз в Израиле, какое-то время она здесь жила, поэтому воздух Израиля, воздух Святой Земли ей достаточно хорошо знаком. Но здесь она у нас впервые. И вот есть желание немножечко вас с ней познакомить, с ее семьей, с ее замечательной дочкой, которая зовут Эмили. И вот, Марина, такой вопрос. Сейчас скажи, пожалуйста, когда ты поняла, и вот муж, и близкие люди, когда ты поняла, что ребенок, дочка, которая у вас родилась, она, ну, не совсем обычная, она не совсем такая, как все. Какая была реакция близких, друзей, как это вот узнавалось, как они к этому отнеслись, была ли какая-то реальная поддержка от них или наоборот, вот как вокруг тебя сложилось? Я забила тревогу, когда Эмили стало вот два годика, и я вижу, что все дети вокруг меня, они все разговаривают, все развиваются, а она молчит, и она просто звуки какие-то издает, и, ну, в принципе, разговора как разговора никакого нет, и ни слов, просто мычит как-то. Я забила тревогу. Муж мне говорит, ну, что ты еще два годика, что ты переживаешь, а у меня здесь сердце неспокойное, с мамой говорю, мама тоже говорит, что ты все переживаешь там, ничего, все нормально. Но друзья, то же самое, еще два года, что ты так уже бьешь такую тревогу, мое сердце, моя интуиция, мне все равно подсказывала совсем другие дела, моя свекровь тоже, все они мне, ну, все поголовно, я одна осталась со своими вот этими переживаниями, я начала искать, я начала в интернете лазить, но благо того, что я здесь жила, и поэтому мне далеко не надо было лазить, я залезла прямо в Израиль, я сразу начала в Израиль искать, где здесь клиники, что здесь лечить, как можно, ну, так вот я и нашла Давида как-то, вот так. Но, в принципе, я осталась одна с этой проблемой, больше меня никто не поддерживал, никто меня не понимал, почему я это делаю, то есть это рано, что это все рано, но я вижу, что это не рано, это уже как бы даже поздно, она сама не ест, в туалет она сама не ходит, он говорит, ну, как, рано. Ну, в конечном итоге, друзья, родственники, наверное, близкие, они все-таки поняли, что что-то не то, что ты права, и что было дальше, они стали помогать, они стали поддерживать. Как сложилась ситуация вот вокруг Эмили, вокруг этого ребенка? Кроме тебя кто-то стремился вообще что-то сделать? Никто ничего не стремился, все только искали какие-то другие пути, вот, например, даже моя мама, она пошла по педиатрам, она живет в Беларуси, я живу в Канаде, и по всем врачам, очень странные там диагнозы нам давали, вдруг, не видя нас вообще, только по разговорам, что какая-то дезинтоксикация, что нужны какие-то биодобавки, что нужны уколы от отравления, меня никто не понимал, мама меня, ну, в общем, опровержение всего, и толком я осталась просто... Ну, и как же ты с этим справилась? Это вот тяжело, все отворачиваются, больной ребенок, и надо что-то делать, и откуда силы? Муж меня поддержал, он меня поддержал, он говорит, я, ты мать, у тебя есть интуиция, я полностью с тобой, я вижу, что я уже, он уже сейчас начал немножечко так, я вижу, что она не такая, как, ну, не догоняет сверстников своих, и я говорю, я поеду в Израиль, я уже с Давидом очень давно знакома, по скайпу мы общаемся, и он тоже замечать стал, что именно после сеансов, недели две так проходит, после какого-то сеанса, и пошло, 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 я говорю, ну, посмотри, нам помог Давид очень-очень тоже, что он не только вылечил, вылечивал, излечивал мою дочку, но также и моему мужу помог, любую проблему я писала, все как-то так, и мой муж, он немножечко так, он поверил в это, и он говорит, тебе, ты мама, у тебя интуиция больше работает, вперед. Есть. Ну, замечательно нашелся. Это только он, больше никто. Вот, это радостно. Теперь у меня вот такой вопрос, вот Эмили растет, развивается, сколько ей сейчас? Ей три с половиной. Три с половиной года. Вот, скажи, пожалуйста, ты видишь, вот, ну, ребенок же раздался, ребенок долгожданный, ребенок, как бы, вот, планировали какое-то развитие, какое-то будущее, что ты, вот, видишь в дальнейшем, как бы, что бы ты хотела от Эмили увидеть, чтобы, какой она, вот, на твой взгляд, должна стать, или, вот, хочешь ты, чтобы она стала, или ее, наоборот, тянет куда-то, может быть, есть какие-то моменты, которые, вот, ее в эту сторону поворачивают. Да, вот, очень хочется, во-первых, я вижу, что она уже начинает догонять сверстников, я знаю, что она их перегонит, я знаю это, я, у меня вот такие вот есть, тоже, наверное, интуиция, наверное, и сюда она пришла, в этот мир, для того, чтобы что-то сделать, хорошее, и что-то будет хорошее, будет прогресс? Ну, будет прогресс, хорошее слово, вот, для... Хороший, да. Для сегодняшней ситуации. И вот, скажи, пожалуйста, ты, ну, понятно, что ты была в Израиле, ты его знаешь, как бы, это неудивительно, но ты переступила порог нашего центра, ты попала вот сюда, и вот, интересно, самое первое твое ощущение, вот, ощущения твои, и, ну, наверное, ощущения ребенка, потому что вы достаточно близки, как я понимаю, с дочкой, и ты очень хорошо чувствуешь ее ощущение, вот, как это произошло, ну, в общем-то, сравнительно ненавненно здесь, вот... Несколько дней. У нас, да, вот, всего несколько дней, и что же за это время, вернее, что случилось вот в первый момент, и что случилось вот за эти несколько дней. Вот интересно, чтобы это услышали наши мамочки. Когда я сюда пришла, я была жутко уставшая от полета, от всего, что очень тяжелый был полет, перелет. Переступив этот порог вот этого дома, мне... Я попала в семью. У меня... Даже не знаю, как это объяснить. Я попала там, где меня обогрели. Обогрели теплом, любовью, меня встретили дружно, и стало очень спокойно. Такой петахон появился, как говорится по-русски. Ну, здесь спокойно... Защита. Защита появилась, да. То есть я здесь почувствовала то, что мне, наверное, не хватало очень много это времени. Меня никто не поддерживал. Я, ну, как бы, осталась с мужем только наедине, который, в принципе, он-то немного давал, но давал хоть чуть-чуть. А когда уже здесь я появилась, уже вот то, что вот это мне не хватало, такая уверенность появилась, больше она стала появляться. Уверенность, извини, уверенность в чем? Уверенность, что все будет хорошо. Что вот здесь, вот оно, вот то, куда я попала, вот он, вот этот эш, который меня здесь поднимет наверх, меня, моего ребенка, я уже стала другой. Уже несколько дней, сегодня уже четверг, как бы пятый день, получается, мы здесь. И изменения просто колоссальные. Во мне, если я начну рассказывать изменения про себя, которые у меня происходят, это те же изменения, которые происходят параллельно у моей дочки. Единственное, ну, у нас разница в возрасте, все. Ну, вот это ощущение, да, поскольку ощущение между матерью и ребенком, вот эта связь, она и так присутствует. Плюс, вы не забывайте, что, вот, как Марина говорит, да, она осталась одна, и в принципе, вот это единение еще больше усилилось, потому что, вот, связь мать-ребенок, в данном случае, она становилась все крепче, потому что получалось, что они живут друг для друга, и никого вокруг нет. Страх, что, как дальше жить, я, я бьюсь одна, и никто, никто, вот, получается, дозваниваюсь, редко у нас разница во времени, дозваниваюсь до Давида, и выливаю на него, какие у меня есть проблемы, что мне так плохо, и что я одна, и выдержать трудно было. Вот Марина, это был трудно. Вот этот вопрос, как раз, он очень важен для наших слушателей, потому что, очень часто, читаешь, вот, буквально, слова отчаяния от того, что мама остается одна, что она не имеет, не видит выхода, она не знает, куда деться, все от нее отвернулись, и вот, единственное, что поддерживает, это мысль о том, с кем останется ребенок, если с мамой что-то случится, и вот, выход, вот, что, что тебя, вот, ну, удержало, вот, от этих мыслей, что давало тебе силы, вот, в этих, ну, скажем так, критических периодах, когда, вот, казалось, что все рушится, вот, это важно. Откуда сила, почему выстрелы, что, что, вот, вело вперед, вот, вот, поподробнее, немножечко об этом. Как-то даже, я не знаю, что объяснить, но силы брались, надо было куда-то, откуда-то их брать. Они, наверное, последние вот источники, эти сил, они вытягивались оттуда, потому что, действительно, я понимала, что если я вот так опущу руки, то кто? Она останется как? Я не могу так, я не могу просто так его ставить. откуда силы брала? Уже сил не было уже, честно говоря, и тащила просто из последних ниточек эти силы, и, наверное, поэтому было вот такое вот решение, и меня поддержал, это муж поддержал, очень много скандалов было со стороны родственников, очень много непонятных, разногласий было очень, из-за того, что я собралась в Израиль, из-за того, что я собралась сюда, потому что я понимаю, что есть люди, которые есть, конечно, я много тоже, чему не верю, но и когда видишь, что есть медицина, и есть люди, которые понимают, что медицина, наверное, вот она лучше, и куда ты идешь, ты не знаешь, куда ты идешь, куда ты тащишь, еще и ребенка за собой тащишь, никого не слушала. Я по своему сердцу пошла сюда, и я вообще не жалею ни о чем, потому что, я никогда не жалела об этом, во-первых, потому что после знакомства с Давидом по скайпу уже были колоссальные, просто колоссальные изменения просто от сеансов. То, что происходит здесь, мы не пришиваем здесь что-то такое, мы просто вот так говорим, ходит Давид с нами, смеется, обнимает. спокойная Юсефа, которая там что-то делает, гладит нас руками, Аркадий, который жмет. Делает иногда больно. Который месит, как тесто. Вот, Марина, я сейчас немножко обобщу, возвращаясь опять же к той теме, если что-то не так, то поправишь или скорректируешь. Вот, в ситуации, когда, казалось бы, мир рушится и, казалось бы, нет сил ничего, что лечет? Лечет вот чисто материнская интуиция, материнская любовь, вот, зуб сердца, вот к этому надо прислушиваться и, ну, насколько, да, я понял, что не надо никого слушать. Вы в любом случае отвечаете за своего ребенка, только мать. и есть кто-то рядом, нет никого рядом, в большом счете значения не имеет. Было бы хорошо, если бы кто-то был рядом и поддержал, было бы легче, наверное, было бы так, душа не болела. Мы берем ситуацию, когда нет, когда нет, в любом случае надо не опускать руки, а надо вот стремиться к какому-то вот свету, который, ну, не обязательно он может быть здесь, но это как один из вариантов, но именно то место, которое ставит своей целью не просто извлечение. Вот Марина прозвучала фраза, не зря мы говорили, а именно раскрытие у ребенка каких-то вот внутреннего потенциала, который способен сделать вот этого человека, пока еще маленького, каким-то необходимым для окружающих. Правильно я? Да, все правильно. То есть мы так обобщили. Очень даже правильно. Значит, вот. И, Марина, я благодарю за то, что согласилась с нами поговорить, вот рассказать о том, что происходит. я надеюсь, что когда придет период, время заканчивается вот твое пребывание здесь и мы еще раз поговорим о том, что же все-таки случилось за две недели пребывания здесь, в этом центре, какие результаты, как изменилась Эмили, как изменилась ты, и с каким настроем, с каким настроением ты возвращаешься вот в тот мир, ну, может, мы не считаем, в тот мир, который тебя вот так оттолкнул. Оттолкнул. Да. Вот как ты, тебе же предстоит к нему вернуться, вот как ты к нему вернешься? Сейчас хорошо говорить, мне уже сейчас хорошо. Так вот, вот я об этом и говорю. То есть ты, насколько я понимаю, ты не просто возвращаешься туда с каким-то чувством страха или что вот опять, а ты возвращаешься туда настолько сильной, что тебе, в принципе, все равно. Вот, наверное, так. Вот. Мне уже как-то... Я хочу, чтобы так прозвучало, чтобы... Мне все равно, да. Я знаю, что я просто даже не то, что уверенность у меня такая идет, мне даже вот, кто меня как-то обижал, можно сказать, немножечко, ну, скажем, обижал, да, назовем это. Я смотреть в глаза буду настолько, что вот, я вам сейчас вам всем, сейчас всем покажу. На самом деле, вот, наличие такой уверенности, наличие сил, это очень важно. Не забывайте, что, как говорится, все на этом не заканчивается, Марине еще предстоит поднимать ребенка, растить и так далее. И я думаю, что вот окружающий мир, он не очень... Добрый. Добрый, не очень прощает свои ошибки, поэтому Марине, как говорится, пожелаем сил и терпения, и я думаю, что, ну, судя по настрою, она с этим прекрасно справится. Конечно. Так что, так что, да, удачи и желания, вот, исполнения этих желаний. и так, тихонечко, да, по секрету, я так, да, тихенько в камеру всему свету, да, скажу, что мы в любом случае будем рядом. Даже на таком большом расстоянии, как Израиль и Канада, там, 10 часов полета, но тем не менее, мы все равно рядом. И, вообще, есть ощущение, что мы рядом? Есть, я в семье, вы уже никуда не денетесь от меня, потому что, я уже зашлась сюда, поэтому... Спасибо, Мариночка. Спасибо большое, Аркадий. Время передачи заканчивается, я думаю, что наши мамы, кстати, вот, последнее, что я хочу сказать, наверное, будут возникать какие-то вопросы, просьбы поделиться лично и так далее, и вот можно ли... Да, можно, только что, пусть учитывают, что я, может, не сразу отвечу, у вас ночь, у меня день, у меня ночь. Это вот тут в разных часовых поясах, вот просто, еще раз, не забывайте, что это Канада, поэтому, ну, вот, как бы... Вообще нет проблем, конечно, поделюсь и расскажу, и что секретов-то нет. Ну, вот, ну, спасибо, всего доброго, спасибо всем. Спасибо всем. Спасибо всем. Продолжение следует...